Так любил, что решил убить. Разгневанный мужчина расстрелял семью своей девушки. Километры нового асфальта проложили только на бумаге. Новороссийская прокуратура отыскала дорогостоящую халатность. Три года за три килограмма в Курганинском районе осудили плантатора, который выращивал коноплю. Здравствуйте, в эфире девятого канала программа «Что случилось» прямо сейчас о происшествиях на территории нашего региона. Администрация Новороссийска потратила полтора миллиона на дорогу, которой нет. По документам, на одной из улиц города появился новый асфальт, а по факту его там не оказалось. Это выяснилось во время прокурорской проверки. По словам правоохранителей, сотрудник мэрии, ответственный за выполнение работ, халатно отнесся к своим обязанностям. Не выехал на объект проведения строительных работ, не проверил объемы работ, подписал акт формы КС-2, свидетельствующий о выполнении работ укладки асфальтового покрытия, которое фактически ложно не было. В отношении госслужащего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», а представитель строительной компании ответит за мошенничество. Любовь с риском для жизни. В Адыгее 30-летний мужчина из ружья расстрелял свою 19-летнюю любовницу и ее родителей. Конфликт разгорелся из-за социального статуса кавалера. Молодой человек женат, у него есть двое детей. Родители девушки были против такой связи. Когда в очередной раз мужчина приехал к возлюбленной, разразился скандал. На шум из дома выбежала девушка, из-за которой и возник спор. В этот момент в руках у злоумышленника уже было охотничье ружье. Четыре раза он выстрелил в свою возлюбленную и ее родителей. Сейчас девушка и глава семейства находятся в реанимации местной больницы, и ее мать от полученных ранений скончалась. Подозреваемый задержан находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по двум статьям убийства и покушения на убийство. Сумма хищений увеличилась до 20 миллионов рублей. Четвертое уголовное дело завели на сотрудника регионального управления финансового обеспечения Минобороны Евгения Кутузова. Военная прокуратура Краснодарского края обвиняет его по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Вместе с коллегой по работе, экономистом Камилем Абдурахмановым, он выписывал премии несуществующим сотрудникам управления, а деньги забирал себе. Подельник Кутузова собирал необходимую сумму и доставлял ее в Краснодар. Сейчас оба военных находятся под стражей, ведется следствие. Если суд признает Кутузова виновным, в хищении 20 миллионов рублей ему грозит до 10 лет тюрьмы. В Краснодаре будут судить полковника краевой полиции Андрея Хатеенко. Он был сотрудником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Речь идет о превышении должностных полномочий. По версии следствия, Хатеенко незаконно позволил вывести из отдела полиции вещественные доказательства – игровые автоматы. В декабре прошлого года, во время рейда, оперативники изъяли более сотни аппаратов и доставили их в отделение. Однако полковник дал распоряжение вывести вещедоки с охраняемой территорией в иное место, куда именно не уточняется. Он, не имея права, никакого права давать какие-либо распоряжения по поводу вещественных доказательств, поручил своим подчиненным вывести эти аппараты, в том числе и охране территории, которая, скажем так, не должна была препятствовать вывозу аппаратов. Через полгода вещедоки и оперативники случайно обнаружили во время очередного рейда. Одноруких бандитов нашли в том же игровом клубе, где их изъяли ранее. Более того, хозяева казино тоже не поменялись. Силовики возбудили уголовное дело об организации незаконного бизнеса. Сейчас они выясняют, каким именно образом игровые автоматы вернулись на прежнее место. Хотела задушить сына скакалкой. Жительницу Сочи будут судить за покушение на собственного ребенка. По версии следователей, мальчик находился дома с матерью. Внезапно 48-летняя женщина накинулась на него и без каких-либо причин начала избивать. Потом схватила нож и ударила ребенка в грудь и живот. Мальчик громко кричал и просил его не трогать. Но мать не успокаивалась. Она схватила осколок стекла, порезала сыну руки, а затем начала душить. На крики мальчика прибежали соседи. Они начали стучать в дверь. Громкий шум отвлек злоумышленницу, она вышла в коридор. В этот момент ранен ребенок успел захлопнуть за ней дверь. Он позвонил отцу, который и вызвал полицейских. Обвиняемая страдала психическим заболеванием, которое не позволяло ей оценивать ситуацию. То есть объективно воспринимать совершаемые ею действия и возможные последствия. Сейчас состояние ребенка врачи оценивают как нормально. Его здоровью ничего не угрожает. Психиатрическая экспертиза показала, что его мать страдает шизофренией. Куда ее направить? В тюрьму или на принудительное лечение решит суд. За каждый килограмм погоды тюрьмы. В Курганинский суд приговорил мужчину к 3 годам и 3 месяцам колонии. Такой срок местный житель получил за незаконное выращивание и хранение марихуаны. В начале лета полицейские нашли у него в огороде 360 кустов конопли. Оперативники говорят, что хозяин тщательно ухаживал за растениями. Ежедневно поливал и удалял сорняки. Чтобы полностью уничтожить плантацию, полицейским пришлось потратить несколько часов. В доме у задержанного служебная собака нашла дорожную сумку. В ней были спрятаны тщательно запакованные свертки. Экспертиза показала, что это высушенная конопля и семена растения. В общей сложности стражи порядка изъяли около 3 килограммов марихуаны. Суд согласился с позицией гособвинителя и признал наркоплантатора виновным в совершении преступления. Курганинским районным судом осужден житель Станицы Петропавловской за незаконное культивирование наркотикосодержащих растений, а также за незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере. Теперь осужденный сможет выращивать только комнатные цветы. За любое к запрещенным растениям ближайшие три года он проведет за решеткой. В Тимошевском районе под колесами автомобиля погиб пешеход. Трагедия произошла накануне вечером. В темное время суток женщина переходила дорогу. В этот момент на нее налетела отечественная 12-я. Пострадавшая получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте происшествия. Инспекторам водителя рассказал, что пешехода не увидел обзора, ему закрыл попутный автобус. Сотрудники ДПС предполагают, что женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте. Обстоятельства аварии уточняют следователи. По подозрению в хищении денег в особо крупных размерах полиции Сочи разыскивает Мазницына Александра Николаевича. Мужчина – житель Ставрополя, 1965 года рождения. Приметы человека – тип внешности славянский, телосложение худощавое, рост 170 сантиметров, волосы темные. Особые приметы – вдоль левого предплечья, от ладони до локтя татуировка в виде дракона и текст латинскими буквами. Все, кто обладает информацией о местонахождении этого человека, силовики просят сообщить в дежурную часть города Сочи по указанным телефонам. На этом программа «Что случилось?» подошла к концу. В студии с вами работал Николай Филаткин. Смотрите «Факты» через несколько минут на 9-м канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова